Мы искренне приветствуем вас всех в день празднования 27-й годовщины муниципального образования городской округ города Карабулак. Свой главный праздник жители города по традиции отмечают в парке славы. Сегодня здесь звучат национальные мотивы, а танцевальные ансамбли создают атмосферу праздника. Один из пяти городов республики Карабулак в конец лета празднует 27-ю годовщину образования. Для жителей и гостей города-именинника выступают звезды ингушской эстрады. Светло небо над головой, счастья, добра всем. Ирз Долж, Беркет Долж, Далдэхл Долж, Далдэхл Долж, Далдэхл Долж, Далдэхл Долж, Далдэхл Долж. Позвольте открыть и объявить мероприятие, посвященное 27-й годовщине образования города Карабулак открытым. История города начинается с 1859 года. Тогда здесь была образована станица Карабулакская, которая просуществовала до 1962 года, когда из станицы сделали рабочий поселок. А в 1995 году, через три года после образования ингушетии, Карабулак стал городом. Многие с первых дней образования живут в Карабулаке и помнят, каким он был и каким стал. Ирз Долж. Здесь появились, начиная от молодежи, стадионы появились, новые появились объекты, как музей, объекты появились, жилые новостройки появились, благоустройство пошло по всем улицам. Самый уютный город Ингушетии. Так называют Карабулак жители республики. Здесь небольшие улицы гармонично сочетаются с новостройками и госучреждениями. Город с каждым годом развивается и преображается. Особо заметны изменения за последние несколько лет. Значимый вклад в развитие Карабулака вносят федеральные программы. Так, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» обновляются парки, скверы, улицы. Около 10 общественных территорий привели в порядок за три года. За последние три года, если говорить на период, в рамках реализации национальных проектов, таких как спорт, норма жизни, формирование комфортной городской среды, построено ряд объектов, такие как скверы, построены спортивные объекты, стадионы. В рамках нацпроекта «Спорт, норма жизни» у нас построена территория городского стадиона, построена площадка для сдачи норм ГТО, воркаут-площадка и ряд других спортивных объектов, такие как по улице Заречный стадион построен, футбольный. По улице Кирова в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» построен также стадион для мини-футбола. Также благоустраиваются у нас и улицы, где у нас отсутствовало дорожное полотно, не было для пешеходов тротуаров, не было уличного освещения. Благодаря этим проектам, национальным проектам, осуществляется строительство объектов. Это, конечно, очень положительно сказывается и на настроении населения, и благоприятные условия по инвестиционной привлекательности и так далее. Наличие таких ряда объектов, он и город у нас процветает в рамках муниципального бюджета. Те работы, те объемы, которые нами сегодня реализовываются, не было возможности это сделать. Но благодаря нацпроектам, благодаря тем усилиям, которые осуществляет и региональная власть, и муниципальная власть, благодаря этим трудам есть серьезные изменения в городе. В рамках других нацпроектов совершенствуется и образование в городе. За небольшой период в Карабулаке построены около десятка образовательных учреждений. Причем строятся школы и детские сады как в старых кварталах города, так и в новостройках, например, как в четвертом микрорайоне. Напротив друг друга здесь построили новую школу и детский сад, что значительно повлияло на заселение этой части города. Благодаря нацпроектам «Демография и образование», построенным после строительства этих двух объектов, у нас началось активное заселение микрорайона. Активное строительство пошло. После завершения строительства этих двух объектов в рамках нацпроекта «Городская среда» была проложена вот эта улица, асфальтированная улица с тротуаром, с уличным освещением. Можно сказать, благодаря этим нацпроектам целый микрорайон у нас в принципе ожил. Если говорить в целом по городу, за последние годы у нас построено 4 детских садика, строятся на стадии завершения до конца года 2 школы на 720 мест, это новый микрорайон и второй микрорайон. Также у нас в центральной части города была первая школа, стояла как долгострой, но также благодаря усилию оригинального руководства данный объект был уже завершен. И туда наши школьники пошли в новую школу, в красивую школу и очень довольны. Основанный в 1995 году Корабулак сегодня один из самых красивых и уютных городов республики, а более 42 тысяч его жителей являются тому свидетелями. Если видеть и сердцем, и глазами, как говорится, то я считаю, что город Корабулак развивается достаточно успешно, идет все вперед. Но, естественно, это заслуги нашего руководства города, запросы населения и желания их, если вовремя не подать, не показать то, что нужно, а нужна нам комфортная среда, нужна комфортная жизнь, безопасность, правопорядок. И все стороны и структуры, которые должны это обеспечивать, работают, я считаю, на ура, успешно. Пожелание нашему городу, нашим горожанам, чтобы каждый день вот этот багаж доброго наполнялся содержанием. А это мы можем сделать только все вместе. Успех в том, что в единстве, в согласии идти вперед. Активно в Корабулаке развивается и промышленный сектор. В городе продолжают работу такие предприятия, как завод АТМ, где производят биметаллические и алюминиевые радиаторы, в том числе и на экспорт. Завод Полимер, где производят полиэтиленовые трубы диаметром от 16 до 639 миллиметров. Объем годового выпуска составляет около 8 тысяч тонн продукции. А также завод по производству сухих строительных смесей Тим Кавказ. Эти предприятия вкупе вносят весомый вклад в промышленный сектор не только Корабулака, но и всей республики. Услим Ганив, Адам Далаков, Новости 24.